Объявляя лицензию сетей депутатов в Совете Депутатов? Он проработал на округе у него помощником Ростислава Шила. Он знаком и с территориальным общественным самоуправлением, с ТОСами на территории, с общественными организациями, с ведомственными, муниципальными организациями. Вел активную работу с общественниками и ему депутатская работа как никому знакома. Помимо всего прочего, ему было порядка шести наказов избирательным во время избирательной кампании дано. И, безусловно, эти наказы мы будем рассматривать, включение в план реализации наказов до 2020 года, для того, чтобы те проблемы, которые люди обозначили ему как кандидату в депутаты и уже действующему депутату, соответственно, на территории этого округа решались. С проблемами столкнулись, как правило, по благоустройству и по ремонту внутриквартальной территории. То есть это очень большая проблема, очень много дорог, которые реально разрушены. И причем были наказы еще даны Росиславу Александровичу. Моя задача их как бы сейчас отстоять и проконтролировать их исполнение. Они были назначены, многие из них, на 2020 год. Я, когда вел свою предвыборную кампанию, я проехался по всем территориям, просмотрел все проблемные зоны и пришел к выводу, что нереально это переносить на 2020 год. Это надо сделать здесь и сейчас и незамедлительно. То есть как бы, ну, самая первоочередная задача. И у меня крайне и минорное впечатление о наполнении бюджета. В целом, конечно, бюджет грабительский. Стандартная ситуация. На подсосе совершенно держатся регионы. Муниципалитет держится на подсосе регионов. То есть своих средств не хватает. Все ждут трансфертов, каких-то, значит, субвенций и так далее. Привыкают, чтобы регионы ползали на коленях перед Минфином, а муниципалитеты ползали на коленях перед регионом. Там совершенно неправильная структура. То есть для самодостаточной жизни либо региона, либо атомизации его там муниципалитета денег, как правило, не хватает. Это совершенно неверная позиция. Андрей Владимирович Каличенко избран депутатом Государственной Думы. Сегодня первым вопросом на сессии по его заявлению освободили от депутатских полномочий Совета депутатов города Новосибирска. И будем надеяться, что это будет хорошая поддержка в Государственной Думе именно в плане лоббирования интересов города Новосибирска и Новосибирской области. Потому что он пробыл депутатом два созыва, очень активно работал на территории своего округа, знает проблемы городского хозяйства, знает, соответственно, достаточно по профессиональному направлению строительный бизнес, строительную отрасль. Депутат думающий, умеющий очень конкретно излагать позицию, принципиальный. И я думаю, что вот в том пуле депутатов, которые будут представлять Новосибирскую область, он будет очень эффективно работать. По крайней мере, на это все надеемся. Мы готовим проект решения, мы проведем доставание.